Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я вижу у вас радость от того, что картинка появилась и вебинар сейчас начнется. Очень хорошо. Давайте проверим звук. Это самое главное. Так, не слышно. Коллеги, пишите, слышно или нет. Так, слышно. Замечательно. Значит, это разовый случай. Угу. Слышно отлично. Очень хорошо. Коллеги, ну, тем, кому не слышно, я надеюсь, что те, кто наоборот слышит, посоветуют отключить, заморозить видео со мной или подвигать ползунок громкости на, опять же, на видео, это должно помочь. Да, нас и Барнаул слушает, Хакасия. Да, ну, будем надеяться, что у Ирины Егоровны все заработает. Да, вот поэтому я и пишу Наталье Котлярову и говорю, чтобы те, кто слышит, вы им помогли и написали, если вдруг вы быстрее это сделаете, чем админ. Итак, мы сегодня с вами поговорим об формировании социо-культурной компетенции и лингво-страновических знаний на уроках, на занятиях по английскому языку для взрослых. Не знаю, нужно ли мне представляться, на всякий пожарный на каждом слайде всегда на первом я пишу, как меня зовут, но сегодня на утреннем вебинаре у нас были новички, но со мной не знаком, поэтому на всякий пожарный представляюсь. Зовут меня Алена Евгеньевна Козеевичева, я заместитель руководителя Центра образовательных программ издательства «Титул». И у меня сразу такой провокационный слайд, хочу у вас спросить, как вы думаете, что это вообще может обозначать? Почему картинка сзади? Почему знак вопроса? Челябинск нас слушает, Черкесск и Новосибирск. Как вы думаете, коллеги, к чему у нас знак вопроса? Может быть, начать стоит с того, вот есть вариант, зачем учиться. Так, речь про социокультурную компетенцию. Отлично. Давайте тогда попробуем угадать, что изображено вообще, в принципе, на слайде. Чему обучать? Знаете ли вы, что это за здание? В Великобритании знакомые и неизвестные. Смотрите, сколько у нас разных лозунгов, названий мы можем придумать вообще просто на вебинаре. Смотрите в чате. Хотите узнать, что это? Да, кстати, вот что это действительно? Коллеги, я уверена, что вы знаете, что это за здание на фотографии. Вариант школа. Нет, не школа. И школы не было никогда. Я так и знала, следующий вариант будет музей. На вебинаре было все точно то же самое. Летний дворец какой-нибудь. Да, вот мы пришли уже к правильному слову. Это дворец. Вы знаете, я не могу отрицать, что это музей. Раз в дворец пускают посмотреть на обстановку изнутри, значит, это, скорее всего, и музей тоже. Это, конечно же, резиденция. Абсолютно правильно. Собираю по чату ваши ответы, коллеги. Вот ворота, как у Букингинского дворца. Не совсем. Здесь, мне кажется, позолоты побольше. Так, Королевский дворец. Почти я вам дам подсказку, что это Герцогский дворец. Вы сейчас сразу догадаетесь, какие члены королевской семьи там живут. Заинтриговали. А я не знала, что этот слайд вызовет такой интерес. Англия, это точно. Я даже вам сразу скажу, что это Лондон. Потому что крутится у нас все вокруг, как раз вижу, Букингинского дворца. Виндзорский выглядит так более масштабно, я скажу, по сравнению с этим. Это довольно маленький такой творец. И вот Майя Азорнина абсолютно правильно пишет скромный вопрос. Кейт? Да, это Герцогиня Кейт. Там проживает. Да, главное задать вопрос. Хэмптон Корд. Нет, это не Хэмптон Корд. Это дворец, где живут Уильям и Кейт. Все правильно. Осталось только, как называется? Кенсингтонский дворец. Ура. Спасибо, Екатерине. Итак, коллеги. Посмотрите, какой мы с вами мозговой штурм устроили. На слайде, на самом деле, изображен только упростительный знак. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Посмотрите, как это интересно. Согласитесь, это же интересно. Мы обсудим с вами социокультурную информацию, обсудим с вами лингво-страноведческую информацию, то, как она подается в учебнике английский для взрослых автора Радислава Петровича Миллорда. Поговорим с вами, да, и все, что вы описали абсолютно, да, о том, как эти социокультурные знания применяются, вообще, что такое социокультурная компетенция, из чего она состоит. Вот как раз у нас план вебинара. Перед вами сейчас мы посмотрим, что такое социокультурная компетенция, из чего она состоит, что изучает лингво-страноведение, и, конечно же, у нас будет очень много примеров, в том числе и видеопримеров тоже будут с аудио, так что посмотрим, послушаем. Я надеюсь, что вам все понравится. Итак, что же такое социокультурная компетенция? Социокультурная компетенция — это совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителя языка, и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителя языка. То есть мы видим, что это компетенция в стране изучаемого языка или, не обязательно даже изучаемого языка, в зарубежной стране вести себя согласно их законам. То есть пользоваться теми же правилами поведения, нормами, придерживаться определенных норм этикета, исследовать их обычаям, ни в коем случае не разводить каких-то непонятных конфликтов на почве, конечно же, национального, например, какого-то колорита. То есть все это будет изучать, как раз показывает нам социокультурная компетенция. И наш предмет, иностранный язык, он в отличие, конечно, от других предметов, допустим, математики или физики, он нам эту возможность дает полноценно. Мы на своих уроках можем знакомить учащихся с абсолютно различными странами, не только с Великобританией. У меня сегодня в основном картине, конечно же, Великобритания представлена на слайдах. Но это не обязательно должна быть Великобритания. Мы говорим просто, в общем, об иностранном языке. И, соответственно, иностранный язык не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путем сравнения показывает особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, содействует воспитанию учащихся в контексте диалога культур. То есть мы посредством иностранного языка, в нашем случае это английский, посредством английского языка изучаем диалог культур. Что же входит в социокультурную компетенцию? Это социокультурные знания, опыт общения, личностное отношение к фактам иноязычной культуры и владение способами применения языка. Давайте посмотрим чуть поподробнее, что входит в каждую из этих составляющих. Социокультурные знания. Сюда входят сведения о стране изучаемого языка, о духовных ценностях, культурных традициях и об особенностях национального менталитета. Опыт общения. Здесь у нас выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений иноязычной культуры. Личностное отношение к фактам иноязычной культуры. Здесь у нас способность преодолевать и разрешать социокультурные конфликты при общении, а лучше вообще не организовывать эти социокультурные конфликты во время общения с иностранцами. И владение способами применения языка, то есть правильное употребление языковых единиц в речи, в различных сферах межкультурного общения, восприимчивость к сходству и различиям между родными и иностранными социокультурными явлениями. То есть главное, что нам показывает социокультурная компетенция, это то, что нужно уметь общаться с иностранными представителями другой культуры, нужно уметь себя вести правильно, соблюдать нормы этикета, не организовывать и желательно преодолевать уже тогда и разрешать какие-то социокультурные конфликты. Обязательно не обижаться в первую секунду, если человек что-то сказал, а вам показалось стабильным, может быть, в его культуре это обозначает что-то очень хорошее. Ну, к примеру, мы с вами прекрасно помним, что черное окошко не всегда обозначает неудачу. Цитата у нас и Львовный Бим сейчас перед вами. Цитата очень необходимая нам сегодня в нашей теме, потому что действительно необходимо включать содержание и обучение элементы языковой культуры народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительных к ситуациям общения. Если вы вспомните, например, учебники Инессы Львовны Бим, особенно за пятый класс, за шестой, я думаю, что в основном, если здесь есть, например, учителя английского языка, то у них, скорее всего, когда-то в студии был еще второй язык немецкий, может, кто-то из вас и ведет два языка, то в ее учебниках всегда все давалось в социокультурном сравнении, обязательно с элементами языковой культуры народов, народов в данном случае, да, это немцы были, и обязательно были всевозможные страноведческие отсылки, вот конкретно, да, в ее случае, конечно же, к Германии и к немецкоговорящим странам. Но мы все точно то же самое с вами можем видеть в нынешних учебниках английского языка и посмотрим эти примеры, конечно же, и в учебнике английский язык для взрослых. Вот уже вы приводите примеры, коллеги, в чате, это очень приятно. Рассказывал один знакомый из Лондона. В паспортном столе он спросил у служащей, пока ожидал своей очереди, может ли он воспользоваться сотовым телефоном. И знаете, что она ответила? No. Он мне говорит, а только представь. Только нет. Вот так. То есть мы видим, что здесь абсолютно разные, да, здесь столкновения менталитетов, скорее всего, да. Но то же самое, что если мы приедем, допустим, в Лондон, да, обязательно столкнемся с каким-нибудь неожиданным явлением. Как правило, скорее всего, это будет какое-то лингвистическое явление. И говоря об лингвистических явлениях и трудностях, да, стоит, конечно же, упомянуть еще о безэквивалентной лексике и о фоновой лексике тоже. В чем здесь сложность? В том, что это лексика, которая относится и определяется именно носителями языка. То есть безэквивалентные слова, в строгом смысле, непереводимы, и их значения раскрываются путем толкования. То есть их обязательно нужно объяснять. К примеру, это может быть название праздников, транспорта, символов. Допустим, Хэллоуин. То, что это Хэллоуин, нам нужно это обязательно объяснять, откуда взялось такое название. И это же очень сложное, действительно, да, слово. И это уходит корнями в древность. И просто услышав слово Хэллоуин, понять перевод невозможно. Допустим, Дабл Деккер. То, что это двухэтажный автобус, да, такой настоящий британский автобус, который по Лондону курсирует, да, и представить себе сразу перед глазами, что это вот этот двухэтажный красивый красный автобус, не каждый может. Особенно, если человек не был в стране изучаемого языка. Если он туда только-только попал, ему говорят, что сядь на Дабл Деккер, доедь туда-то и туда-то. Порой человек может что-то и не понять. Или бюфитер. Ну, здесь вообще замечательно, да, когда слово в прямом переводе имеет одно значение, а на самом деле обозначают церемониальных стражей Лондонского Тауэра. То есть вот, пожалуйста, вам примеры как раз безэквивалентной лексики. И фоновая лексика сюда тоже относится именно к тому, что может вызывать трудности. Потому что фоновая лексика — это слова, значения которых невозможно описать без определенной привязки к каким-то лексическим единицам. Хорошо, можно это продемонстрировать на нашем родном языке, на русском. Допустим, это слово, может быть, щи. То есть иностранец просто от того, что вы скажете ему, что это щи, он не поймет. Ему нужно будет объяснить, что именно вот такой набор продуктов в супе будет, соответственно, обозначать такой суп, как щи. Да, то же самое борщ, то же самое, если это, допустим, блины. То есть все то, что там нетипично за рубежом, у нас, соответственно, должно быть объяснено иностранцу очень подробно. И с привязкой к определенному слову. То есть в данном случае, допустим, название щи, сени, например, объяснить, что это такая прихожая в избе. Опять же, слово «изба». То есть все это нужно будет дополнительно объяснять. И все эти слова требуют привязки к лексическим единицам. И к фоновой лексике, как правило, относятся реалии, названия присущих только определенным нациям и народам предметов культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев и мифологических существ. То есть вот такие вот трудности лингвистические могут встретиться иностранцу, когда он приезжает в какую-то другую страну. Лингва-страноведение. Что же это такое? Лингва-страноведение — это область методики, связанная с исследованием путей и способов ознакомления иностранных учащихся с действительностью страны изучаемого языка в процессе овладения иностранным языком. Но мы это с вами знаем. То есть лингва-страноведение, оно относится к лингвистическим особенностям определенного какого-то страноведческого аспекта. Поэтому будем уже все сейчас просто смотреть на примерах. Перед вами сейчас первая же страничка, первой части учебника «Английский для взрослых» «English for adults» автора Радислава Петровича Миллерда. Давайте мы с вами немножечко приблизим и посмотрим покрупнее. Welcome to learning English. Добро пожаловать в мир английского языка. Дорогие друзья, вы приступаете к изучению английского языка. Прежде чем начать изучение, давайте задумаемся, а для чего вы это делаете? Итак, ответьте на вопрос. Для чего я изучаю английский язык? Смотрите, здесь критическое мышление в самом начале изучения. То есть учащийся, нулевочка, да, очень часто вы задаете вопросы, на какой уровень учебник рассчитан. Его может использовать абсолютно человек, который когда-то там в школе учил английский, после этого больше не сталкивался и решил выучить английский. То есть это будет английский с нуля. А теперь посмотрите на схему и попытайтесь объяснить, почему английский язык называют языком международного общения. У нас вот такая замечательная схема. Посмотрите, здесь и глобус такой, да, со всеми странами у нас обозначен. То, что на английском языке говорят в 100 странах, то, что 300 миллионов человек говорят на родном языке, 200 миллионов человек на иностранном языке. Как это связано между собой, посмотрите, здесь и международный бизнес можно обсудить, и межличностное общение, и межкультурный обмен. То есть вот, пожалуйста, такая схема в самом начале очень сильно проспособствует критическому мышлению на тему, зачем изучать английский язык, зачем он мне нужен. Еще один пример. Собственно говоря, взяла из-за красивой картинки слева наверху, да, вот как замечательно наши дизайнеры изобразили про знаменитую шутку. В английском языке пишется Манчестер, а читается Ливерпуль. И посмотрите, это буквально вторая-третья страница самого начала учебника, и у нас уже вот такая лингвист-страноведческая тема здесь есть, она встречается. Посмотрим дальше. Когда мы переходим к лексике, здесь мы видим вот, например, такую картинку и описание к ней. Существует большое количество многозначных слов. Кроме того, важно знать не только значение слова, но и правила его употребления. Учитывать правила этикета и традиции, принятые в англоязычной культуре. Например, англичане не произносят фразу «приятного аппетита», когда выходят из-за стола. Они делают это молча. Подобное пожелание может произнести официант, и звучит оно так. Enjoy your meal. Буквальный перевод – «Получайте удовольствие от вашей еды». И посмотрите, у нас здесь картинка, на которой есть гость в ресторане, официант, который говорит «enjoy your meal». Возможно ли скачать презентацию? Презентация будет выложена на форуме для свободного скачивания. Да, можно. Следующий пример, конечно же, это идиомы. Мы опять же предупреждаем нашего, вновь решившего изучать английский язык человека, что в английском языке, как и в любом другом, есть свои идиоматические, то есть непереводимые выражения. Например, когда идет сильный дождь, англичане говорят «it's raining cats and dogs». Кошки и собаки падают с неба, как дождь. Да, если говорить дословно. Почему они так говорят? Не нужно пытаться это объяснить. Говорят же русские, что какая-то супружеская пара живет как кошка с собакой. Правда, здесь еще можно смысл фразы растолковать, но нужно ли? Сказали, и все понятно. Успехов вам в изучении лексики. И у нас такая, да, замечательная, веселая картинка. Следующий пример у нас раздел «Crossroads of culture» с «Перекресток культур». Что мы здесь видим? Во-первых, типичные картинки, да, зарубежные, да, то, к чему глаз уже, да, так привык. Помимо знания английских слов и грамматики, важно также ознакомиться с особенностями межкультурного общения на английском языке. Считается, что лучше делать лексико-грамматические ошибки, чем допускать ошибки в диалоге культур, потому что действительно они могут привести к определенному какому-то конфликту, если люди недопоняли друг друга исключительно из-за того, что они не знали особенностей той или иной культуры. И дальше автор просит отметить из нижеперечисленных особенностей общения, какие будут свои, а какие чужие. Смотрите, список здесь большой, да, я просто приблизила. Но, тем не менее, здесь, например, избегание спора как бессмысленные траты собственного и чужого времени. Или отношение к малознакомому человеку как к близкому другу. Активное оговорение без возможности для других вставить слово. То есть здесь нужно нашему учащемуся отметить для себя, что это, какая это будет особенность своя, а какая будет чужая в данном случае. Еще хороший пример тоже социокультурной информации. Прослушайте произношение следующих слов, а также букв, составляющих эти слова. Назовите буквы, выделенные цветным шрифтом в каждом слове, и запомните название букв. То есть на самом деле, сейчас учащиеся в данном упражнении продолжают изучать алфавит. Звучат они так же, как произносятся в этих словах. И здесь у нас идут известные сокращения. Здесь и ABC, и BBC, посмотрите. И, например, говоря о социокультурной как раз информации о лингвистонамических знаниях. Например, JFK, что это общепринятое сокращение от Джон Фиджеральда Кеннеди. Или сокращение штата Нью-Джерси. NJ. И так далее. Еще один пример. Прочитайте таблички на дверях кабинета преподавателя университета. Чем примечательны это упражнение? Здесь у нас внизу есть сноска. Что титулы и звания на табличках обозначаются сокращенно, а читаются сокращение как полное слово. То есть, чтобы учащийся сразу же правильно все мог повторить за диктором, прослушав аудиозапись. Вот такое вот есть задание. Прочитайте надписи на следующих вывесках и скажите, где можно увидеть такой текст. Давайте мы это задание сделаем с вами вместе. У нас есть пять вариантов, где можно текст увидеть. На улице, на здании, в здании, на шоссе и на двери. И что нам нужно распределить? Давайте начнем с Oxford Street. Где мы можем увидеть вывеску Oxford Street? На улице. Верно, цифра 1. Можем увидеть на здании. Вот вижу, да, цифру 2. Коллеги тоже пишут. Действительно, Oxford Street вывеска будет, она же будет на улице, но она будет, например, да, крепиться на здание, на какое-то определенное, как указатель, да, что это здание стоит по такому-то адресу. На шоссе скорее нет. Все-таки Oxford Street, это уже улица в самом городе. Следующее, bed and breakfast. Bed and breakfast. На здании. Сошлись во мнении, что на здании. Да, можно почитать на улице. С уточнением, что это может быть гостиница, например. Действительно. Еще пятая у нас кто-то написал, да? Пятая это на двери. Да. Если заменить вариант, что предложили в гостинице, да, то это будет, соответственно, на двери, допустим, да, на двери гостиницы. Victoria Station. Вижу варианты один и два. На улице, на здании. Но скорее только на улице, да, на остановке, правильно. То есть, соответственно, это будет на улице. Следующее, hotel. 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 На здании у нас получается, да. Supermarket. Supermarket. Тоже двойки пишите правильно, потому что на здании. Еще единственное, что у нас подходит вполне, согласитесь, вариант еще в здании внутри. Если это большой торговый центр, то в нем будет просто внутри, например, находиться супермаркет. Соответственно, такая вывеска может быть как на торговом центре снаружи, как на здании, да, так и внутри, в самом здании, если нужно указать, что, например, именно вот это вот помещение, это супермаркет. Следующее, cakes. Зачем такое задание? Задание, во-первых, это социокультурная информация. То есть, где мы можем такие вывески искать? Посмотрите, здесь как примеры приведены картинки, где можно найти cakes, где можно найти hotel, где можно найти Oxford Street, например, да. Затем, это задание на аудирование, потому что все эти задания, что мы сейчас с вами смотрим, это все вводный курс. То есть, учащиеся у нас еще учатся читать. Соответственно, для них такие слова, да, они вроде бы простые, но тем не менее, но тем не менее, они способствуют тому, чтобы технику чтения отработать. Да, cakes мы можем увидеть как на двери, на входной, так и на здании, как у нас, например, на картинке, и в здании, в принципе, тоже, если у нас, например, на прилавке что-то такое изображено, да, естественно, будет лежать что-то на прилавке, и будет стоять вывеска cakes. Meet. Вижу, кто-то пишет 2 и 3, кто-то пишет 2 и 3 и 5. Ну, в принципе, да, это тоже может быть как и cakes, и на двери, и на здании, и на улице просто вывеска, да. Cambridge. Вот здесь, скорее всего, будут единогласно отвечать. Cambridge, где может быть вывеска. 4, да, на шоссе, и проскакивают у нас иногда еще, да, коллеги, вы пишете, что это, скорее всего, может быть еще и на здании, если, допустим, это название, не знаю, отеля, университета или еще чего-нибудь, да. Ну, и последнее у нас осталось, офис. Да, офис у нас будет, скорее всего, так же, как и hotel, да, это будет либо вывеска на здании, либо это будет указатель на улице, все вы правильно пишете, да, либо это будет вывеска на двери, соответственно. Да, на двери тоже можно, да, и в здании, правильно, коллеги, вы пишете еще 3, то есть посмотрите, какие здесь универсальные вывески на самом деле нам даны. Ну, вот мы с вами обсудили, поговорили, перейдем к следующему слайду. У нас здесь, да, такое время для шутки, потому что мы с вами много-много работали. Замечательная, на мой взгляд, картинка. Смотрите, пожалуйста, здесь семья изображена, из 4-х человек, мама, папа и 2 ребенка. Да, вот уже смайлики пишете. Прошу прощения. У сына айфон. У мамы айпэд, у девочки айпот, а папа говорит, что он за все за это платил. Продолжим, коллеги. Да, бедный папа за все за это платил. Следующий пример у нас с вами на видео захватим. Давайте мы его посмотрим. Замечательная, на мой взгляд, Продолжим, коллеги. Дальше. Продолжим, коллеги. Продолжим, коллеги. Продолжим, коллеги. Итак, коллеги, мы посмотрели с вами, да, что послушали Даже и посмотрели, и все из того же самого учебника Это английский для взрослых, English for adults Задание, что может делать монарх, что он не может делать, что он должен, что он не должен Давайте мы с вами сами сейчас продолжим этот ряд Добавим сюда хотя бы 3-4 пункта Что еще может или не может, должен или не должен делать монарх Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот сейчас в основном вы пишете не по упражнению, а обсуждаете, почему американский и английский Потому что он имеет место быть У нас нигде не написано, что учащиеся должны учить только британский вариант английского языка Особенно если мы говорим о взрослых учащихся Ура Британский монарх can reign Британский монарх can marry Британский монарх can know the troubles Британский монарх can't marry for love Британский монарх can't rule The British monarch mustn't be rude Взрослые учащиеся у нас в ЕГЭ не задают Учебник для взрослых Мы с вами смотрим примеры Британский монарх can't cry too much Мы уже даже больше чем 4 придумали, так что можем спокойно переходить к следующему примеру Здесь у нас тоже задание, мы с вами сейчас видим, оно социокультурное Здесь нужно соотнести национальности и паспорт соответствующий У нас даны внизу название национальности и изображение паспорта Мне нравится Британский монарх can't sleep too much Еще пример, давайте я сразу приближу Тоже раздел Crossroads of Cultures Cultures and Characters Нам нужно дополнить предложение, используя данные ниже слова Допустим, можем открыть вниз У нас сидит с подписью The USA вальяр, что мужчина с компьютером с ногами на столе Допустим, он у нас Возьмем прилагательное Hardworking Или, допустим, опять же у нас в Италии в подписи Italy изображена девочка с пастой Можем здесь подобрать, что это будет Spaghetti Eaters Да, так как здесь все-таки мелковато, это задание мы с вами вместе выполнять, конечно же, не будем Такие могут быть упражнения, опять же, тоже посмотрите Сравнение идет студенческой жизни в нашей стране и за рубежом Нам нужно отметить типичные особенности студенческой жизни в нашей стране Здесь, посмотрите, и Private Shower И Common Room for Students И Library with Books and Electronic Resources И так далее То есть здесь учащийся уже берет сам карандашик, да, и отмечает, что в наших студентов тоже есть Обещала, что и Королева сегодня тоже будет Как же мы без нее Задание уже, посмотрите, даже не из раздела То есть если до этого я брала в основном задание из раздела Crossroads of Cultures То здесь задание из раздела просто Speaking И у нас задание, нам нужно представить знаменитости и сказать, что мы знаем о них А вопросы, которые даны внизу, помогут составить рассказ То есть его упорядочить Ну, соответственно, здесь, посмотрите, известные люди Мы все знаем, а все о них можем рассказать Popular Sites, конечно, куда же без достопримечательностей Вот здесь я думаю, что довольно крупно у нас представлено Можно с вами тоже вместе это выполнить Нам нужно расположить достопримечательности в зависимости от их привлекательности для вас То есть нам их нужно проранжировать Проранжировать относительно того, чтобы вы хотели в первую очередь посетить Что во вторую и так далее Если хотите, можете цифрами писать Я, в принципе, посчитаю и зачитаю пару-тройку ответов Начинать нужно с самого значимого Да, это электронный учебник Лучше сразу через запятую писать Чтобы я их могла все подряд зачитать Ну, коллеги сразу предлагают Moscow State University и Red Square The Great Theater The Statue of Liberty Вот у нас есть по три Три, четыре, пять The Taj Mahal, The Temple of Heaven, The Statue of Liberty Два, один, пять, восемь Red Square Moscow State University The Statue of Liberty Для Большой Theater Три, четыре, пять У нас был уже вариант Один, два, семь, восемь Moscow State University Red Square Старый Арбат Для Большой Theater То есть мы видим с вами, что это довольно интересно Это познавательно Мы вроде бы и учимся здесь и читать И узнаем что-то про другие культуры И пытаемся сравнить с собой Применяем это все на себя Что нам интересно в первую очередь Что во вторую и так далее Посмотрите, вы в этом на всем участвуете Вам это тоже все нравится Давайте посмотрим Вот этот пример на видео захватим Здесь у нас рифмовка Рифмовка посвящена тоже национальностям И языкам, на которых эти национальности говорят Давайте посмотрим Exercise 6 Practice the rhyme In Russia, they speak Russian In England, they speak English In Ireland, they speak Irish In Sweden, they speak Swedish In Japan, they speak Japanese In China, they speak Chinese In Portugal, they speak Portuguese In the Congo, they speak Congolese In Greece, they speak Greek In Holland, they speak Dutch What language is spoken in the Netherlands Dutch, it's Holland Dutch Да, вот такое вот, например, упражнение Вот уже коллеги начали даже сравнивать Что им, что это немножечко так напоминает Навевает какую-то, да, ностальгию, возможно Главное, что в такой вот замечательной рифме Можно запомнить, на каком языке говорят В той или иной стороне, да И не перепутать Например, да, что Нидерланды и Голландия Это одно и то же Есть и задание, например, на стереотипы Да, вот то, с чего мы начинали Что черная кошка – это не везде плохо Здесь в данном случае мы говорим Об appearance Есть стереотипы, да, о том, что в той или иной стране Люди выглядят определенным каким-то образом И они здесь перечислены Нас просят согласиться Или не согласиться с теми или иными стереотипами Или тема еда, например Да, у нас здесь пирамида из еды И нам нужно познакомиться сначала с той пирамидой Что представлено перед нами на картинке Затем рассказать, что мы знаем о таких же пирамидах еды В других странах, да В Пакистане, во Франции, в Италии, в Германии В Великобритании, в Америке и так далее И обязательно, конечно же, сказать о своей стране Да, конечно же, рифмовки используйте Это очень все интересно и полезно Да, про то, как книгу приобрести Сейчас покажу вам на отдельном слайде Как раз будет следующий слайд, если я не ошибаюсь Конечно же, и знаки Да, посмотрите, здесь задание Нам нужно выбрать самые необычные знаки На наш взгляд, и отметить их галочкой Про общение, про этикет Не все то, что принято в другой стране Можно употребить в какой-то еще одной зарубежной стране Допустим, так как этикет принят в Саудовской Аравии Мы не сможем его применить, допустим, в Великобритании Ни в коем случае, да? Допустим, то, что мужчины жмут руки друг другу Это заодно То, что они, допустим, целуются в каждую щеку Да, то, конечно же, Великобритании Это уже у нас никак не подойдет Вот, соответственно, такое упражнение Оно и учит диалогу культур Как эти задания заполучить Задания вы можете, в принципе, посмотреть Что выкладывал Радислав Петрович На форуме, у нас есть на форуме ветка Где обсуждается English for adults Соответственно, можно посмотреть там Что касается приобрести учебник и цена Все перед вами сейчас на слайде Приобрести можно в интернет-магазине Издательство Титул Внизу ссылочка есть Посмотрите, englishtix.ru И так далее По ней, если перейдете И сразу попадете на страницу с учебником Цена 495 рублей Я сделала скриншот, по крайней мере, вчера Вечером вот такая была цена Да, только электронный вариант Коллеги, есть ли еще какие-то ко мне вопросы? Да, обязательно интерактивность присутствует Я сегодня ее не показывала Потому что в основном все было сфокусировано на социокультурной информации Грамматика, лексика и так далее То есть все задания, которые на проверку Правильно ли что-то, matching, допустим Или fill in, или take off Особенно на грамматику, еще раз говорю, на лексику Они все обязательно с интерактивными упражнениями Это все встроено, все интерактивные упражнения встроены в учебник Ровно как и аудиокурс, то есть это кнопочка, которую вы сразу кликнули около упражнения И перешли в интерактивное задание Пришла только первая часть, как скачать вторую Там приходят две части сразу одним архивом Вот приятно, что у нас слушают и те, кто выиграли книгу в конкурсе, который мы проводили Подобного для взрослых продвинутый У нас, например, нет Большие ли тексты в нем на чтение социокультурной информации Тексты, они не большие и не маленькие Они адаптированы под то, насколько это удобно учащимся Потому что учебник проходил неоднократно апробацию Сколько уроков содержит? Вы знаете, я врать вам не стану Вам лучше задать этот вопрос на форуме Можете сейчас много собрать Для репетиторства да, подойдет Для работы по скайп со взрослыми тоже подойдет и используется Вебинар про эту книгу-учебник у нас проходит как минимум раз в месяц На разные темы Вот в данном случае, да, сегодня у нас была социокультурная информация До этого, если я не ошибаюсь, то было обучение аудированию, кажется Или говорению Коллеги, есть ли еще вопросы? Подразумевает ли методическое сопровождение? Вы знаете, в принципе, этим учебником может пользоваться учащийся и без преподавателя Потому что там, я еще раз говорю, есть интерактивные упражнения Он их прорешивает, там есть кнопочка «Чек», после нажатия которой он видит свой результат Правильно, что он сделал правильно, что он сделал неправильно У него есть сводная таблица По этим заданиям, на сколько процентов он их выполнил, когда он достигнет 100% У него, соответственно, в таблице это будет отображаться То есть можно самого себя контролировать Но и с преподавателем, то есть, например, на репетиторстве или в группах Конечно же, заниматься ему тоже удобно Коллеги, вам спасибо А в школе? Вы знаете, автор не отрицает того, что в школе учебник тоже можно использовать Он в двух частях, если я не ошибаюсь Ну, я вам точно не могу сказать прямо вот сейчас Потому что мне это как-то в голове не держится Но там не меньше, если не ошибаюсь, 10 уроков в каждом из учебников То есть это 20 разных тем Тем, то есть 20 тем там и 20 тем там, если я не ошибаюсь Коллеги, я не буду вам врать, лучше зайти на форум и прочитать это все там Причем у нас выложено, коллеги, я вам, может быть, обрадую, если кто-то еще не скачал По нему есть по этому учебнику брошюра В брошюре есть с чем ознакомиться Вы можете там посмотреть, и как это все выглядит И как выглядят размеры текстов Пожалуйста, зайдите, посмотрите тем, кто спрашивал про размер текстов Есть там и некоторые рифмовки уже Пожалуйста, тоже используйте брошюры бесплатные для свободного скачивания Есть и Test Yourself Конечно же То есть заходите, скачивайте эту брошюру Она тоже на форуме в той же самой ветке Где обсуждается учебник английский язык для взрослых Заходите на www.inclusions.ru Ссылку на брошюру сейчас дадим Спасибо большое, коллеги Я постараюсь поправиться Мы вам даем сейчас слайд Как получить сертификат И код для генерации сертификата Коллеги, код для генерации сертификата в чате Большое вам спасибо за присутствие За вопросы И всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Продолжение следует... 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 Продолжение следует...